всем добрым здравия доброго в общем такие вот рассуждения у нас что все события которые сейчас происходят вот дворский да там затопило самарская область курган там на очереди на подтопление у них как спланированы все они и вот такое ощущение что сначала нас утопили в информации до информационно утопили то есть информация это вода вода содержит себе информацию и так далее а сейчас они прямо это вот проводят свой план по уже искоренению до коренных аутохтонных родов с места их него жительства путем уже физического подтопления то есть об этом даже есть вот коротенькое видео художественное слово худо так сказать о том что это как будто как вот специальный какой-то замысел идет расчленение разграничение от этого территории сначала вот на таком уровне что ну вот якобы вода пришла не откуда она пришла там ну как она может ниоткуда прийти если у них есть прогнозы если он говорит кто там я не знаю мэрон или кто он четко говорит что 11 числа будет еще а через еще какое-то время еще будет у них все спланировано ну это говорит о чем это говорит о том что у них все спланировано то есть они по своим планам ни какие-то не предсказания они делают свои поганые грязные дела то есть они переселяют народ с территории то есть освобождают под под что-то свое это же не надо быть симпиадий во лбу чтобы догадаться про чем говорит но если мы говорим а то если у нас эти на административных местах паразит зид от слова зиды не жиды а сиды сиды паразиты и вот он везде как поразил этот паразит вот ими своими я не знаю спорами щупальцами этот спрут не видно конца и края вот этим бедствием вот что вот они вот это все сыплет то ли вот действительно за грехи народа вот эта земля страдает вот я не знаю люди же большинство же что поддерживают что они там одобрям вот эту политику вот это вот управленцев вот этих вот да вот это резидентов разного рода и таким вот образом выхватывают обратку то есть я вот смотрю листаю страниц одноклассников да там столько поддерживающих вот это вот ну все вот эти события которые происходят что это самое диву даешься откуда у них это столько ненависти а мне друг вот еще недавно рассказал о том что американцы сказали что русские придумали самое страшное оружие заключается на в том что искусственный интеллект высчитывает тех кто лайкает значит разного рода комментарии либо видео о том что там вот молодцы россияне там пошли там этим долю там этим всем нацистам ну сами то особо в символах не разобравшись да да и слова нацизм там они не особо разобрались что оно означает это неплохое слово это национальные интересы то есть так же как и фашизм нам преподносит что это что-то страшное а если разобрать это по буквице там совершенно другое слово будет то есть но это опять таки а очередное искажение мироздания вот реагирует на этих людей по своему отражение идет вот и говорит что этот искусственный интеллект тех кто лайкает и так далее потом и будут приходить повестки а я думаю действительно что на самом деле они вот такие все тут эти герои тут а ты вот не пошел там уклонистом огородами убежал там в это в трусах там вот тебе вот туда вот надо а я думаю всех кто вот за это печется туда бы и отсылались бы на самом деле но и опять таки я даже этого не имея права говорить в пространство потому что я понимаю что туда не принесут горе это стадо то есть ничего там хорошего нету никогда нам хорошего ничего вот это вот кривительство вот по-другому или как а левительство я не знаю как их называть она нам не несло она не ничего не давала мы тут в землю вгрызали чтобы заработать себе на свои домики какие-то вот заборчики крышу залатать мне не удалось пока крышу залатать за все эти годы не они не бухал я даже в море ходил какой-то период просто экономическая такая составляется что деньги хватает ровно настолько насколько хватает чтобы существовать для существования все никаких никакой путешествия ни о чем речи нету живем как в дыре какой-то и потом говорят о том что надо куда-то ехать туда это спасю свое нести вот эти спасю прилетели разбомбили и улетели то все разбомбили нахрен вообще чем там гордиться нету там никакой гордости патриотизм это отслованный идиотизм я не знаю вот вот на самом деле в общем видео прикрепим о том что это есть доля правды да в каждом иносказательном вот художеством этом фильме вот что нас начало информационно утопили вот эти вот 80 тысяч этих законов разного рода там не прочитаешь ты это это просто это надо я не знаю не то что семи пядей во лбу быть это надо обладать таким количеством времени вот настолько развитым мозгом чтобы вот это все понять вот говорят типа апокалипсис или так армагеддон вот вопрос а как типа с этого там выходить или кто спасется ну кто будет логически думать размышлять изучать документы читать помогать другим потому что я вот опять повторюсь говорю у каждого будет своя история и каждый по крупице бравший знания и передавая другим причем безоплатно вот только наверное так а те которые едят там ну занимаются каким-то свинством и потребляться им это надо но наверное надо чтобы природа их куда-то унесла или он говорит что ой так у меня же дома но пока у тебя куча домов и машин ты разве будешь заботиться о своем ближнем а соседи когда у него допустим там горит дом или что-то еще случилось да нет а нужны ли такие люди в обществе которые не помогают когда у тебя в дом приходит беда ну наверное матушка природы сама решит кто здесь нужен а кто нет и поэтому каждый будет проходить уроки каждый будет проходить свою школу какую-то такую выживание или как и про или отделяться зерна от плевел ну как то так всем доброго здравия всем добрым всех благ короче трындец там народ почета второй дом горит он народ бегает второй дом там тоже что-то горит тушат в кипише может кто-то огород лить выпаливал я в шоке самарка пожар проводка загорелась ну вот самарка получается техники нет оборудования нет мужчины и женщины ну вот я и говорю что руками тушат и это это виталий точо вот это вот подстанция подстанция получается не обесточено ну да я вот приближаю что и в оборудовании нету руками мужчины носят в ведрах воду я просто не подготовленная у меня нету одежды я не могу туда зайти там опасно там не обесточено получается приморский край самарка это капец конечно это просто капец взрывается ребят тут она что-то уже искрит да мы продолжим вот еще горит дом тушить нечем то есть ничего нет оборудования нет мужчины руками тушат ну говорят что это это нато говорят виновата ну и сша рф российская федерация село samar страна возможностей целлофана да страна возможностей и целлофана чисто превратили потребляют потребление ну администрация тут все финансируют да все у них вот вовремя вывозится всем доброго дня продолжу к видео приморский край город неподалеку от города владивостока а вернее очень далеко село самарка вот вот такая мусорка он тут не санкционированная вот такой вот полигон ой вот так и живем тут вот такая вот там природа здесь вот самая богатая страна в мире село самарка помойка и считаю давным-давно надо было затопить это чертовой матери разве это люди вот разве это цивилизация лишь бьют воруют утопить себя как котят эти у них идите все такие вот утопить всех и начаться заново вот тогда у страны будет шанс они вообще очень правильно придумали насчет потопа они молодцы просто молодцы вот у нас бы духу не хватило силы воли смыть всю эту мерзость с матушки россии но лучше и уцелеют валера у меня на этот случай все готово у меня есть лодка гречка соль спички помповое ружье и удостоверение фсб